Казатомпром На протяжении последних трех лет Казатомпания регулярно проводит исследования С целью изучения экологического и социального влияния Наших предприятий в регионах присутствия Для выработки действенных мер Для минимизации этого воздействия на окружающую среду И сохранение стабильности социальной обстановки в регионах присутствия В Москве открыли станцию площадь трех вокзалов Она стала важным пунктом будущего МЦД-4 Современные технологии нового транспортного узла Оценил мэр российской столицы Сергей Собянин Мэр назвал этот проект реконструкции железной дороги внутри мегаполиса Самым сложным Работа велась под действующей линией метро И без помех движению автомобилей Все работы были завершены на полтора года раньше запланированного Транспортно-пересадочный узел рассчитан на 350 тысяч пассажиров в сутки К 2030 году этот показатель планируют увеличить почти в два раза Лидеры Азербайджана и Армении провели краткую встречу По данным журналистам Ильхам Алиф и Никол Пашинян Обсуждали вопросы нормализации двусторонних отношений Они намерены провести новую встречу на будущей неделе Ранее 25 мая в Кремле прошла трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и России Главный импортер зерновых для Грузии Россия в 2021 году ввела пошлину на пшеницу Что сразу же сказалось на цене Но перекос в сторону дешевой муки создал в Грузии сразу ряд серьезных проблем Решения которых сейчас пытаются найти власти С 10 июня Грузия вводит пошлину на импортируемую муку Дело в том, что в последние годы из-за разницы в цене Страна стала массово завозить муку, а не пшеницу В итоге в Грузии остановились мукомольные заводы А у местных фермеров до сих пор в амбарах хранится около 40 тонн прошлогодней пшеницы Мелькомкомбинаты уже обязались принять прошлогоднюю местную пшеницу Хотя бы по себестоимости Что будет неплохим подспорьем для фермеров, которые уже в ожидании нового урожая А ради общей цели – наращивание импортозамещения зерновых На уступки пошли и пекарни, которые в принципе выгоднее было закупать И импортную беспушленную муку Ассоциация пекарей даже пообещала, что цена на хлеб останется прежней Вообще плюсов от этого постановления немало Такие действия должны уравнять стоимость пшеницы и муки А также вновь открыть рабочие места на мельницах И как следствие дать поступление в бюджет страны Грузия ввела пошлину на импорт муки сроком на 5 месяцев Для того, чтобы защитить местных производителей пшеницы И сейчас идет новый урожай, чтобы востребована была наша пшеница И чтобы заработали наши мелькомбинаты Потому что мелькомбинаты стоят уже второй год Они продолжают работу, потом опять останавливаются Убытки не будем нести Здесь дело не в убытке Здесь дело в прибыли Прибыль уменьшится, конечно Но главное, чтобы мы способствовали тому, чтобы местная пшеница Которую сейчас мотивация у фермеров большая Что они начали больше вырабатывать ее Чтобы это не пропало Здесь политика больше всего Хлеб это не только экономический продукт, но и политический Саудовская Аравия на месяц дополнительно сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки с июля Решение приняли страны ОПЕК-плюс во время очной встречи в Вене Как итог, общее добровольное сокращение добычи нефти страной составит полтора миллиона баррелей в сутки На такой шаг участники сделки пошли, чтобы усилить меры предосторожности, которые предпринимают страны ОПЕК-плюс с целью поддержать стабильность и баланс на нефтяных рынках Срок дополнительного сокращения нефти, пока озвученный на месяц, может быть продлен Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...